Он меня начал будить. Говорит, мама, да бросай. Тут у меня две собачки было. Я пыталась их выбросить в окно, но они сильно тяжело не смогла. Выпрыгнула и всё. Дальше как в тумане. Просто я в шоке была. Жителям дома 42 по улице Лазаревская до сих пор трудно поверить в случившееся. Они потеряли всё – жильё, мебель, технику, одежду и даже любимых питомцев. 31 января в три часа ночи загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Пламя по зданию, построенному ещё в дореволюционное время, распространилось очень быстро. Все перекрытия в основном деревянные. У жильцов второго этажа было всего несколько минут на то, чтобы разбудить всех соседей, собрать документы и выбраться из горячей ловушки на улицу. Говорят, чудом не пострадали. Огнеборцы прибыли на место через шесть минут после вызова. Отключив электроэнергию, пожарные немедленно приступили к ликвидации пожара и осмотру комнат. В одном из помещений спасатели обнаружили два газовых баллона, которые могли в любой момент взорваться. Сотрудники МЧС вынесли их в безопасное место и охладили водой. Работу спасателей усложнило обрушение кровли здания. Пожар ликвидировали только к утру. О причинах возгорания пока не сообщают. Известно только, что одна половина дома отапливалась печами, другая – электроприборами. В результате пожара полностью выгорел второй этаж. На первом притушении от воды сильно пострадала мебель, проводка, техника и стены. После пожара четыре семьи, а это 11 человек, оказались буквально на улице. Аналогичных случаях в городе не было много лет, подчеркивают специалисты. За помощью жильцы сгоревшего дома обратились к главе Севастополя. В тот же день он распорядился предоставить всем пострадавшим временное жильё в одном из городских общежитий. «Нормально обустроились, только не знаем, что делать дальше. Раскладывать вещи или что. Пока сейчас в подвешенном состоянии, поэтому мы не знаем. Нормально, тепло, светло. Главное, что не капает на голову. Нормально, хорошо». Пострадавшие, говорят, благодарны каждому, кто принял участие в их судьбе после пожара. Жильё, посуда, одежда, еда, деньги – всё это они получили от неравнодушных севастопольцев. Сейчас переживают лишь об одном – о будущем своего дома. «Вопрос о дальнейшей судьбе этих граждан в процессе работы. Но данные выделены жилые помещения, то есть сроком не ограничены. Они будут предоставлены до решения всех вопросов в соответствии с положением жилищного кодекса». Севастопольцы, пострадавшие при пожаре, ежедневно продолжают приходить к себе домой, чтобы расчистить территорию, выбросить сгоревшую технику и вещи. Надеются, что в скором времени смогут восстановить здание и переехать обратно. Анна Леготина, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.